Плодоносное дерево можно узнать по его цветам, а эффективность боевого искусства по его бойцам. Приветствую вас, седобородые креветки! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на реального мастера кунг-фу школы пяти зверей, который решил испытать свое боевое искусство в самых жестких турнирах по ММА. Лучше синица в руках, чем собака за ягодицу. Именно так думают современные мастера кунг-фу, не показывая свое смертельное искусство. Но мы будем говорить о парне, который решил не верить фильмам про кунг-фу с летающими мастерами, а проверять свое кунг-фу в реальных боях и постоянно его совершенствовать. Джайсон де Лучше родился 24 июля 1969 года. Так как семьей у него не сложилось, его усыновил мастер кунг-фу, который и обучал будущую звезду стилю пяти зверей. Но слава святым чакрам не внушал пацану сказку про непобедимость и бессмертие, а наоборот, мотивировал драться в реальных боях, совершенствуя свои боевые навыки. Пацан подрос до 180 сантиметров и набрал 85 кило рабочей массы, после чего решил, что его время пришло. Желание, на которое не хватает денег, это мечта. Но если есть воля, мечта реализуется. Первый серьезный бой, после которого о нем услышали в бойцовских кругах, де Лучше провел неофициально, приехав на так называемый Грейси Челлендж, который устраивала семья Грейси, где каждый желающий мог сразиться с представителями Грейси. А в соперники Джейсону попался не кто-нибудь, а сам Хойс Грейси. Этот бой мы сейчас и посмотрим с оригинальными комментариями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Продолжение следует... 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 В следствии чего мастер кунг-фу получил травму локтя, но не такую серьезную, как всем показалось сразу. Сколько ужина врагу не отдавай, а обедом он все равно с тобой делиться не будет. Еще одним знаменательным фактом в карьере де Лючи было его противостояние с легендарным Басом Рутеном, с которым они провели три боя. Правда в С3 Джейсон проиграл, но тем не менее все равно принимал вызов и достойно сражался с самым жестким ударником того времени. А мы посмотрим последний бой между ними, который состоялся 25 июня 1996 года на Панкрейс 6. Классный бой, классные плюхи и классный финал. И на фронт кик, чтобы пушить его. Рай-локик блок, рай-локик missed. Добавлены то, что тут не Он не стоит ждать, я просто играю по кругу. Рядом на тело и левом на тело. Вы obviously можете видеть. Он говорит, что он был вверх. И это не, это на тело. Вы видите? Я показываю, что он был вверх. Он говорит, что он был вверх. Он говорит, что он был вверх. Если он был вверх. Если он был вверх. Он не сказал ничего. Рядом на тело. Рядом на тело. Он делает это снова. Я надеюсь, что мы могли сделать это в сло-мо. Я думаю, что это на тело. Вы видите, он говорит это снова. И я сказал, что это бс, ребята. Сейчас они будут дать мне красный путь. Рядом на тело. Я не забываю, что он был в 15 минуте. Что я сказал, что я был вверх. И я сказал, что он был в 15 минуте. Боум, и это то, что заставит его. Скажем сейчас, к душе, или к душе, что я ударил тебя в голову. Это был мой сообщение. Я не буду ударить тебя в голову, я просто буду ударить тебя в голову. И теперь мы снова. О, и вот это, это будет весело. Теперь, где это было? И он говорит, что это было в голову. Вы слышите меня, что это было в голову. Банк, банк, и это... О, это hurt. Расправдь. Но я должен сказать, что он стежит, что это невероятно. От неоднократных ударов баса в область печени, и особенно последнего, Де Лючия получил ее разрыв. Но, несмотря на это, уже через два месяца он снова был в ринге. Разве могут воробьи понять прелесть лебедя? Так и простым бойцам тяжело понять мастеров кунг-фу, которые только трепаются про свое величие и смертельную силу, но сами никогда не выходят на реальный бой на реальных соревнованиях. Но Джейсон Де Лючия – то редкое исключение среди правил, которое бывает раз в сто лет. Пацан за свою карьеру провел 55 поединков, из которых 33 выиграл, 21 проиграл и получил одну ничью, при этом выходя в ринг с лучшими бойцами своего времени. Сейчас у мужика своя школа, и он преподает кунг-фу, которое помогло ему сражаться в реальных боях по ММА. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой стиль выбрали вы – сочного чебурека или ломающего диваны. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Раз, два. Это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хуба! 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 Вот так. Хуба! Да! Клабрака одна, да? За дистанцией. Короче, я вот что делаю? Хубу вырываю ключицу, это ключица вырываю голос. То есть вот так вот это выглядело. Хуба! Хуба! Обмазывающий силь. Отчет! Атака слева! Атака справа! Атака слева! Атака справа! Это называется лепить. Наше упражнение. Секретный комплекс упражнений по милитации. Постарайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Ставим. Какой идиот будет вот так вот на раз идти? Нет. Вот так я набегу, да? Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз идти. Ничего не успеваете, это убийство. Ничего не успеваете. Хоть более маленький ежедневный мир. Продолжение следует...